Коллеги, приветствую! Моя, наверное, презентация будет несколько выбиваться из общего контекста, но я постараюсь не грузить у вас технической информацией и сфокусироваться все-таки на решении, которые мы представляем. Вообще наши разработки относятся к так называемому рынку интернета вещей. Я работаю на нем с 2008 года, начал свою деятельность с флит-менеджмент систем, то есть управления автопарками и 15 лет в этой тематике. Ну и крайние три года жизнь заставила, так скажем, подойти к собственной разработке, так как в России у нас было достаточное количество оснащений, в том числе авторефрижераторов с контролем температуры, где нам приходилось тянуть километры проводов. Ну и, в общем, немножко поговорим про то, как мы боремся с проводами нашей технологии. В целом могу разделить наши разработки на три модуля. Это классические датчики, которые используют Bluetooth-технологии для контроля климата, будь то авторефрижераторы, либо рефрижераторные контейнеры. В общем, везде, где нужно контролировать температурно-влажностный режим. Далее мы переходим к... Уже перешли фактически этой осенью. Мы сделали новую разработку на дальнобойном Bluetooth. Речь идет про, допустим, 150-200 метров, а не как ранее, там, 15-20 метров в условиях авторефрижератора. И с дальнобойным Bluetooth мы можем выходить на... И выходим, и будем выходить на складские помещения, на пищевые производства, на различную розницу, будь то магазину дома, либо супермаркет. То есть мы готовы предоставлять беспроводные решения с минимальным временем монтажа, с минимальным сервисом. Ну, в общем, все, что касается быстрой установки. Ну и третий момент, это касается фармацевтики. Наше решение на сегодняшний день уже позволяет подключать поверенные, метрологически поверенные сенсоры, которые внесены в государственный реестр. Ну, собственно, здесь особо останавливаться не буду. Модульно скажу, что у нас есть три модификации с различным батареечным питанием датчиков температуры. Это могут быть как встроенные сенсоры, так и внешние. Соответственно, автономное питание как от нескольких месяцев, например, от полугода до восьми месяцев, так и на несколько лет. То есть дальнейший сервис предполагает только замену элемента питания во втором случае через несколько лет. Соответственно, температурные режимы тоже разные. Есть, так скажем, для фреша, когда мы говорим про плюсовые температуры, так скажем, плюс 2, плюс 6 градусов, где не требуется высокая защита корпуса с точки зрения пылевлагозащиты. Так и есть решение с IP67 полностью пылевлагозащита для контроля, например, в морозильных камерах в минус 30 и ниже. Наша новая линейка с префиксом X – это как раз дальнобой. Все то же самое, только эта история уже, как на предыдущем слайде, у нас прямая интеграция с различными производителями, нашими партнерами GPS GLONASS трекерами, Bluetooth трекерами, то есть датчики работают напрямую, то эти датчики универсальны, они работают как напрямую по Bluetooth ближнего радиуса действия, так и в режиме дальнобоя. Но обеспечивает этот дальнобой наша база. Вот такая прозрачная миниатюрная флешка с классическими интерфейсами. Данная база может подключаться, как уже сказал, к классическим GPS трекером через определенные проводные интерфейсы, так и к промышленным контроллерам. Если речь мы ведем про складские помещения, назовем их в целом стационарные объекты. Соответственно, одна база такая может принимать данные от десятков датчиков и далее ретранслировать сигнал на промышленный контроллер, либо на Bluetooth трекер. Далее. В следующий немножко посмотрим на наши разработки 2024 года. У нас появится комбайн, где мы собрали все, что связано вокруг температуры. Такое вот 7 в 1. Ну, в том числе планируем, то есть пока датчики наши должны куда-то данные передать, эти данные должен кто-то принять. А в данном устройстве мы сможем еще сделать модуль с сим-картой, и можно будет его автономно использовать для какой-то перевозки. Ну, например, автономной полностью перевозки от производителя через наемного перевозчика, который зачастую не контролируется системами телематики, либо не может эти данные передавать. Данная коробочка может закладываться в груз, которая будет контролировать температурно-влажностный режим, включая освещенность, по которой можно понять вскрытие коробки, и дальше транслировать данные через сим-карту. В данном случае разработка предназначена в первую очередь для Российской Федерации, так как сеть NB-IoT у нас развернута в сетях МТС. Насколько знаю, в Узбекистане к этому тоже все идет. Это такая подсетка в сетях 4G, то есть специальная сеть интернета вещей для автономных устройств. Грубо говоря, эта технология позволяет делать устройство автономным, потому что если просто установить 4G-модуль, нашего устройства хватит максимум на сутки. В данном случае мы планируем автономность несколько месяцев. Также для каких-то определенных задач у нас могут быть Bluetooth-метки, это может быть контроль персонала, это может быть контроль оператора, водителя, идентификация его. И забегая вперед, мы ведем разработку, я думаю, в следующем году, во втором полугодии сможем презентовать ее, для контроля, для определения местоположения внутри закрытого помещения, то есть так называемая эндур-навигация, когда не работают никакие спутники, ни GPS, ни GLONASS, ни Beidou. И мы, например, вот в условиях такого помещения, либо складского, сможем определить, где находится персонал с точностью в пределах одного квадратного метра, либо где перемещается и где в текущий момент находится техника складская. Либо, если мы говорим про розницу, даже покупательские тележки мы видим в этом потенциал, чтобы в том числе потом туда навернуть логистику, какую-то аналитику с нашими партнерами и понять, где больше времени проводит покупатель. Это следующий год. У нас есть решение для мобильных устройств совместно с компанией Cloud IP, компанией из Шри-Ланки. Мы являемся дистрибьюторами данного софта. То есть, являясь производителем оконечных устройств, мы используем смартфон либо планшет, с которым коннектятся наши девайсы. И он является транспортом, передает информацию через интернет, свое местоположение. Данное решение может использоваться, например, для наемных авторефрижераторов, когда водителю просто устанавливается приложение наше, выдается датчик, он его крепит на магнит и поехал. Также, например, мы видим, что может такая история потестироваться и, может быть, зайдет в какие-то магазины у дома, когда датчики у нас раскиданы по холодильникам, по охлаждающим витринам, а планшет находится на кассе либо телефон, он физически отображает всю информацию пользователю каждый, 10 секунд, например, и транслирует дальше в дашборды, в отчеты и так далее. Наши несколько клиентов, ну, да, Российская Федерация так сложилась, базовые, в основном связанные, значит, наша клиентская база, это все-таки ритейлеры, либо это транспортные компании с авторефрижераторами. Это могут быть как интернет-магазины, да, всем известные, так и крупные транспортные компании международного уровня. Слайд, значит, коротко, здесь слева наши технологические партнеры, они же производители этих девайсов транспорта, то есть GPS-трекеры, контроллеры, мы двигаем их, они двигают нас. Также это софтовые компании, которые предоставляют программное обеспечение верхнего уровня. Ну и справа наши партнеры, где за эти годы мы реализовали различные проекты. Видимая часть нашей команды, всего у нас на самом деле 9 человек, и мы работаем, в том числе я, продвигая принципы, ну если есть такая возможность, принципы аутсорсинга. У меня каждый, так скажем, специалист, по сути, индивидуальный предприниматель, у него в том числе такая мотивация сделана, и мы работаем не только там, как некоторые за идею, либо ради денег, но как-то стараемся совмещать и идти вперед. В том числе в прошлом году вышли на, стараемся уже и пробуем выходить на международный рынок. На выставке JITX участвовали со своим стендом в Дубае, крупнейшая IT-выставка, в этом году там были, и, соответственно, на данный момент прорабатываем контакты не только с Индией, с Ближнего Востока, но и через полгода планируем в Латинскую Америку. И еще момент. Значит, у нас выстроена, ну получается, бизнес-модель такая, мы работаем через интеграторов, то есть мы стараемся не заходить напрямую к клиентам, по сути мы используем интеграторские сети, которые занимаются, в том числе установкой всех этих флит-менеджмент-систем. Надеюсь, что все получится, и мы дальше продвинемся в этих разработках. Мы видим еще дальше уже, чем мы можем быть полезны. Ну и, в общем, борьба с проводами продолжится. Спасибо. Дмитрий, спасибо большое. Вами уже заинтересовался наш комитет по таможне. Я могу присесть, да? Да, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Отчет закончен. Да, 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 да. Отслеживающие устройства нас всех очень заинтересовали. Дмитрий, у меня такой вопрос. Вчера на сессиях обсуждался о развитии e-Grosser в Узбекистане. А ваши технологические мощи могут помочь в развитии e-Grosser? Какая там, в двух словах, проблематика есть. Если можете, подскажите, я вам скажу, есть такие у нас решения, либо можем ли мы их разработать на базе существующих разработок. Ну, смотрите, основная проблема доставки продуктов это хранение в моменте перевозки. Отлично. Соответственно, вот о чем я вам рассказывал, в том числе девайс, который вот про-версия с уже там сим-карты, с NBI-од модулем, ну, либо на самом деле с обычным GSM-модулем. Просто автономность будет поменьше, а батарейки нужно побольше, да? То есть там, допустим, обеспечить неделю автономной перевозки мы тоже сможем. Вообще идея в том, чтобы в том числе разработать и дать рынку систему так называемого сквозного температурного контроля. Когда есть производитель, есть перевозчик, есть какие-то промежуточные различные складские мощности, да? Вот. И в том числе до последней мили, до полки магазина, чтобы мы полностью могли, ну, так называемую термограмму снять, да? Вот. Такие решения уже начинают появляться, Китай в этом направлении работает. Но все-таки вот идея сделать на всех этапах по принципу установил и поехал. То есть безсложные установки, легкий монтаж, легкий демонтаж, легкая логистика, легкая замена батареек этих, ну и так далее. В целом, да, то есть уже сейчас мы можем закрыть, наверное, ну, как я сказал, авторефрижераторы, складские помещения, да, в принципе, любые стационарные. Единственное, чего у нас не хватает, вот этого девайса, который будет автономно не только передавать информацию, ну, то есть снимать данные с датчиков и скидывать ее через сотовую связь, но и в том числе данный девайс будет нам давать локацию по базовым станциям. То есть, ну, типа LBS локации, как мы можем определить, там в радиусе 200-300 метров. Ну, GPS мы не можем использовать априори, GLONASS не можем, так как это сразу сводит на нет все автономные решения. Спасибо большое за ответ. Субтитры создавал DimaTorzok